Младенца Младенца Рассказали за советом и травами. Родители испугались. Кажется, они усвоили урок. Кажется, знахарка ожидала вашего появления. Не иначе как у своих чертей наворожила. Вся изба колдуньи увешана ароматными сушёными растениями. Похоже, здесь вам удастся купить полезные травы. Вижу, что ты девка-то непростая. Тогда и товар тебе покажу добрый. Вот, выбирай. Среди ветвей вы замечаете знакомый силуэт деревянной церкви. Вы решили зайти внутрь и немного отдохнуть от тяжелой дороги. Подойдя ближе, вы понимаете, что церковь уже давно заброшена. В стенах видны разломы, черные, как глазницы мертвеца, а окна заколочены. Любопытство берет верх, и вы толкаете дверь, заросшую мхом. Проходит мгновение, прежде чем ваши глаза привыкают к мраку. Старое здание наполнено торжественной тишиной. Вам неуютно находиться внутри, хотя нечисть вроде бы не успела тут поселиться. Вы осматриваете старый иконостас, но не находите ничего, кроме обломков деревянной скульптуры. Вы вдыхаете прохладный воздух. Ночная тишина окутывает вас черным покрывалом. Вы оглядываетесь. Вокруг только замерзшие в ожидании рассвета деревенские усадьбы. На окраине вы замечаете кривую тень заброшенной избы. Внутри вы видите покосившуюся дверь в голбец, а за ней чернильный погреб. Вы заглядываете в него. Подполье давно завалило землей и досками. Вы слышите протяжные звуки давно известных вам песен. Возле избы на заваленке все еще теплится запоздалый посиденок. Быть может, стоит остановиться и немного послушать? Вы садитесь на заваленку и растворяетесь в тягучей песне. Мой розан, виноград зеленый. Иванушка, хороший Иванушка, пригожой розан. Мой розан, виноград зеленый. По горнице ходит, а клобук не ломает. Розан, мой розан, виноград зеленый. Клобук не ломает, а чулок не марает. Розан, мой розан, виноград зеленый. По синичкам ходит, а синички те зыблют. Розан, мой розан, виноград зеленый. По конюшке ходит, а усты выбирает. Розан, мой розан, виноград зеленый. Усты выбирает, а комонь оседлает. Розан, мой розан, виноград зеленый. Комонь оседлает, а на коня садится. Розан, мой розан, виноград зеленый. На коня садится, да конь, он взвеселится. Розан, мой розан, виноград зеленый. Ночные тракты Пермской губернии далеко не самое безопасное место даже для обыкновенных людей. В этот раз дорогу вам пересекает не нечистая сила, а обыкновенные разбойники. Розан, мой розан, виноград зеленый. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧЕСКАЯ 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 Временем осиновая полена превращается в черный дым и влетает в черную книгу. У вас внезапно закружилась голова, и все вокруг исчезает во всполохах пламени, погружаясь во мрак. Впечатляет. Всего неделя, и вот ты снова здесь. Осталось открыть печать, ведь я говорил, что не ошибся в тебе. Что мне теперь-то делать? Где следующую нечисть искать? Разве ты не справишься сама? У других на открытие печати уходили годы, десятилетия. Следующая печать, как ты знаешь, водяная. Ну уж водяного найти будет несложно. В ваших-то краях. А кто до меня печать это открывал? Великие люди, которые стали еще сильнее, когда прочли книгу до конца. Черная книга исполняет желания. Можно загадать любое. Подумай, какое будет у тебя. Что с поленом тем стало? Почему его в книгу затянуло? Ты же не думала, что желания сбываются просто так. Пламени необходимо топливо. Некоторая нечисть исчезает, поглощенная книгой. Другая обладает силой, достаточной для открытия печати. Почему печати пасами-то закрыты? Ее пермики, что ли, написали? Конечно, нет. Книга меняет форму. Думаю, она проверяла вас. Но что для такой колдуньи парочка чудских символов? Пустяк. Кто ты такой? И почему меня в эту дыру тянешь? Уж не скормите ли мне и тебя, черной книге? И потерять такого ценного помощника? Все твои заговоры. Я тебе помогаю. Иначе они не были бы такими сильными. В свой час ты все узнаешь. Пора мне на свет, Белый, выбираться. И это все, что ты хотела у меня спросить. Хорошо, я отпускаю тебя. Встретимся, когда откроешь водяную печать. Но на твоем месте я бы подумал, о чем при следующей встрече говорить с таким ценным помощником, как я. Очнись! Вася! Василиса! Вы рассказываете деду Егору об очередной встрече с чертом. Значит, открыли вторую-то печать. Теперь, стало быть, черед за водяной. Молодец, Вася! Ох, молодец! Глядишь, исправимся. Ну, отдохни пока, а потом снова в дорогу. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...